всем привет микрофона ты не добро вы на канале быстро пока в этом видео я вам расскажу про и покажу как работает netbook asus на процессоре atom z520 данный процессор 32-питный и тут у нас стоит жесткий диск обычный то есть по моему даже родной что могу сказать об этом ноутбук точнее netbook днем изначально стояла windows 7 сейчас я поставил windows 81 и в целом система работает вполне нормально и стабильно и есть несколько нюансов которые были нужны учесть при установке данной операционной системы почему я ее выбрал потому что она вроде поновее чем windows 7 значит там безопасность будет немножко повыше имеется ввиду безопасности и защита от вирусов второй момент то что на windows 8 очень легко отключаются всякие обновления фоновые вот эти соединения и так далее то есть все это можно сделать прям при установке системы что и я и сделал рекомендую вам сделать если вы будете ставить данную систему на подобный или такой нетбук после установки потребуются драйвера и драйвера придется скачать отдельно через какой-нибудь другой компьютер и через флешку установить например как ты сделал я например видеодрайвер ставится только через диспетчер устройств то есть нужно зайти туда будет выбрать видео адаптер и выбрать вручную поиск драйверов на компьютере и в эту флешку где вы записали все драйвера которые нужно скачать с сайта он сам подберет нужный драйвер и поставит если уставить именно через как бы стандартный установщик этого драйвера он выдаст ошибку типа несовместимой версии все такое хотя диспетчер устройств без проблем его поставит это единственный такой скажем так нюанс при настройке данного нетбука второй наверное нюанс это то что нужно будет устанавливать все эти остальные драйвера вручную можно уже не через диспетчер устройств все остальные вполне нормально встают какой-то причине на данном нетбуке не заработала веб-камера но я думаю она тут и не нужна если учесть что у него очень слабая производительность если говорить по браузерам по производительности в общем вот несколько тестов провожу сейчас на видео и дальше там будут тесты браузера а Продолжение следует... Продолжение следует... В работе с интернетом у него все совсем плохо, сайты грузятся очень медленно и толку от того, что я поставил даже самые легкие браузеры, никакого. В чем проблема, до конца я так и не разобрался, потому что вроде бы скорость соединения нормальная, а загружает страницу он очень медленно. Он, видимо, просто устарел по всем параметрам, поэтому не справляется с данной задачей. Думаю, это все, что могу сказать о данном нетбуке. Я бы не рекомендовал бы его выбрать, только если у вас совсем нет ничего. И, разумеется, перед покупкой на буренке подобного устройства нужно обязательно проверить, как он работает, читает ли он, например, флешки. Потому что, к сожалению, кроме как работать с флешками, он ни на что больше не гонится, на мой взгляд. Может быть, еще посмотреть какие-нибудь видео. Я там покажу, как настроить SamPlayer. Это один из самых легких плееров, он бесплатный. Как и LibreOffice, через который можно редактировать документы и печатать тексты. Так что минимальный какой-то функционал у него все-таки есть. Нельзя сказать, что он прям сильно хуже, чем, например, у какого-нибудь старого смартфона на Android. Скажем так, если взять какой-нибудь старый смартфон на Android, максимум, что вы там сможете сделать, наверное, это только, наверное, использовать его в качестве телефона, если вам не нужно, конечно, 4G, еще что-нибудь, или 3G. А чисто может для звонков, может, и сойдет. Ну, если там, конечно, живой аккумулятор. И в целом, по-моему, у данного нетбука больше возможностей, чем у старого Android смартфона. Также замечу, что я на данный нетбук ставил и другие операционные системы. Но Windows 8, на мой взгляд, Windows 8.1 подошел лучше всего, потому что он, во-первых, более легкая операционная система, чем Windows 10, которая тоже, в принципе, заведется на данном нетбуке. Но будет работать еще немножко похуже, потому что она более тяжелая, она будет периодически обновляться. Обновление там очень сложно выключить. Без сторонних, во всяком случае, программ, большинство этих программ, они под 64-битные системы, потому что Windows 10, в принципе, в основном ставятся на 64-битные системы. Соответственно, могут возникнуть проблемы с этими обновлениями. Потому что, скорее всего, там будет каждое обновление приходить, и, ну, нетбук будет тупить. Потому что он, в принципе, с интернетом тупит. Во. Может быть, конечно, я что-то недонастроил с интернетом. Это я на все 100% не могу уверенно сказать, что там у меня все правильно настроено. Но я запускал и через другие системы, например, в Linux также использовал интернет. Там не удалось даже проверить скорость, но, к сожалению, и там также он все медленно грузил. Соответственно, я, скорее всего, все настроил нормально, просто он уже морально устарел. И, может быть, конечно, Windows 7 он чуть получше бы работал, но тоже, скорее всего, так же медленно. И, возможно, это, конечно, зависит от версии браузера, но в этом я тоже немного сомневаюсь. Ну, возможно, еще, по-моему, плохо совместим с нашим Wi-Fi, который у нас тут раздается, потому что он подключается по не самому быстрому протоколу. Но, думаю, это тоже, ну, вряд ли может так сильно влиять. Также, если говорить про комплектацию данного ноутбука, то у него очень все хорошо. Имеется в виду в плане портов. У него есть и карта Reader, то есть можно читать SD-карты, и целых 3 USB порта. Что даже не во всех ноутбуках бывает, даже не бюджетного, среднебюджетного класса. 3 USB порта. Ну, по-разумению, имеется юзернет, ну, вот это подключение проводное. Скорее всего, там тоже скорость не самая большая. Все-таки это бюджетное устройство. И также есть подключение VGA. То есть это старое вот это вот подключение для мониторов, проекторов. В принципе, оно еще вполне актуально и почти во всех телевизорах и компьютер-мониторах есть. Соответственно, скорее всего, использовать его можно будет. Даже подключив к дисплею. Что я тоже, кстати, делал. И в целом эта функция работает вполне нормально. Наверное, из плюсов данной модели, это очень маленькое тепловыделение. То есть он не сильно шумит, там небольшой кулер стоит. И это позволяет его спокойно использовать. Даже несмотря на то, что он в пластиковом корпусе, охлаждение у него вполне нормальное. И процессор выделяет всего 2 ватта тепла. То есть отвести это все очень легко. И если кто-то из вас в этом сомневается, то я проводил отдельные тесты, спонтрил температуру. И все в целом тоже нормально. Ну, на мой взгляд, тут не самая удобная клавиатура. Если сравнивать с классической, скажем так, обычной проводной клавиатурой, то все-таки не самая удобная. Ну, я думаю, тоже можно привыкнуть. Тачпад тоже вполне рабочий. Драйвера на Windows 8, все встало, все нормально. Как, в принципе, и на все остальное железо, кроме USB камеры. Ну, просто камеры. И, в принципе, все. Остальное работает нормально. Хотя, почему-то, не знаю почему, сам процессор выдает меньшую производительность, чем на Windows 10 и на Windows 7. Не знаю, с чем это связано, возможно, я действительно что-то недонастроил. Либо что-то не установил. Хотя на чипсет я драйвер ставил, и на, получается, процессор тоже. Windows подобрал драйвер. На этом у меня все. Благодарю за просмотр. До встречи в следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok